В мае 1988 года в Кремле Горбачев развел руками. Человек, за которого хлопотал американский президент, был расстрелян по приговору суда два месяца назад. Это сообщение явно испортило настроение Рейгана. Но воспитанник Голливуда умел скрывать свои чувства. Он быстро перевел беседу на другую тему. В середине 70-х годов служба радиоперехвата КГБ стала фиксировать короткие импульсные радиосигналы в радиусе 300 метров от американского посольства в Москве. Повторялись они с периодичностью один раз в 3-4 месяца. Оперативные наблюдения и показания агентуры никаких результатов не дали. Записанные на пленку трехсекундные сигналы о расшифровке не поддавались. Об этих странных радиоиграх было доложено руководство КГБ. Однако установить, кто выходил на связь с американской разведкой, так и не удалось. Тогда никто и не предполагал, что предатель, человек с генеральскими погонами на плечах. Он выдал американцам более полутора тысяч кадровых офицеров советской разведки и многие кремлевские тайны. В ЦРУ его считали самым ценным советским агентом. О чем и говорил псевдоним завербованного генерала. Бриллиант. 1952 год. Соединенные Штаты Америки. Нью-Йорк. В семье ничем не примечательного советского госслужащего при Организации Объединенных Наций заболел трехлетний ребенок. Тягчайший грипп перешел в осложнение на сердце. Спасти ребенка могла лишь дорогостоящая операция в одной из лучших клиник Нью-Йорка. Но одной операции оказалось недостаточно. На повторную в советской депмиссии денег не оказалось. Ребенок умер. Спустя несколько месяцев после этих трагических событий в картотеке ФБР была заведена карточка на нового кандидата на вербовку. Все случаи, которые мне известны, которые известны из печати, открытой и закрытой, они свидетельствуют о том, что американцы с вербовочным предложением всегда подходили, имея какое-то основание для этого. В то время в США началась долговременная операция «Кордшип» – «Сватовство», которая проводилась в ЦРУ совместно с ФБР против дипломатических учреждений Советского Союза. Цель операции – вербовка советских граждан, работающих в Америке. Для привлечения к сотрудничеству применялись самые разнообразные оперативные методы и приемы – подкуп, шантаж, провокация. Американцы разработали целую систему вербовки, получившую название «майс» по первым буквам четырех английских слов – «деньги», «идеология», «компромат» и «эго», то есть самомнение потенциального кандидата на вербовку. Фактически в этом золотом четырехугольнике оказались сконцентрированы все основные причины, заставляющие людей переходить в танк противника, а говоря проще – предавать. Если человек был в нескольких странах, собирали материал по всем этим странам, они следили за его поведением, следили за его покупками, собирали счета в магазинах, достаточно ли его зарплаты на те расходы, которые он ведет, не ведет ли он каких-то спекулятивных операций. Затем ведь во всех квартирах наших советских граждан, которые жили в Америке, были установлены подслушивающие устройства. В первую очередь агентов профильных отделов ЦРУ и ФБР интересовали советские сотрудники, имеющие доступ к секретной информации особой важности. Вечером, 1 сентября 1962 года, в Центральный парк культуры и отдыха Москвы вошел малоприметный лысоватый человек с портфелем и зонтом в руках. Утром, в своем рабочем кабинете, он служебным фотоаппаратом переснял секретные справочники высшего командного состава Генерального штаба Советской Армии. Съемку производил на специальную самозасвечивающуюся пленку «Щит» – новейшую суперсекретную разработку одного из оборонных институтов. Перед выходом с работы он заложил катушку с пленкой в специальный контейнер, изготовленный из куска кирпича. Перед выходом из парка Горького на чугунном столбе освещения мужчина поставил метку о закладке тайника и только после этого направился домой. Окончание тайниковой операции «Арт. Искусство» было запланировано на следующий день. По условиям связи он должен был снять информацию об изъятии тайникового контейнера на рекламном щите в начале Калининского проспекта, на месте, где сейчас располагается ресторан «Прага». Этой условной отметки он не увидел. Это означало только одно – провал. Но день проходил за днем, а агент продолжал оставаться на свободе. Более того, никакой слежки за собой он не обнаружил. Посольская резидентура ЦРУ молчала в течение почти трех недель. Похоже, она просто решила выдержать паузу и провести проверку своего агента. Только 20 сентября по запасному каналу связи в разделе частных объявлений газеты «Нью-Йорк Таймс» он, наконец, прочтет зашифрованное сообщение. «Дорогой Дональд Ф., посылка получена. Оплату гарантирую». «Дональд Ф.» расшифровывалась как «Дмитрий Федорович». Каким же образом советский разведчик, пришедший в войсковую разведку еще в Великую Отечественную, награжденный орденами Отечественной войны и Красной Звезды, в мирное время дослужившийся до звания генерал-майора ГРУ, в итоге встал на путь предательства? Сотрудник советской военной разведки Поляков попал в поле зрения американских спецслужб, когда в начале 50-х годов был впервые командирован в США для работы в военно-штабном комитете ООН. В обязанности молодого сотрудника военной разведки входило обеспечение работы только что внедренных в США нелегалов ГРУ, супругов Соколовых и Марии Добровой. Работа Полякова в загранкомандировке была признана успешной, хотя в личной жизни он понес серьезную потерю. От осложнений на сердце у него умер трехлетний сын. В конце 50-х годов Полякова направляют для выполнения спецзадания центра в Западную Германию. Здесь на молодого энергичного майора обратили внимание профессиональные охотники за предателями из ЦРУ. Они вычислили его принадлежность к разведке. Американцы используют тут несколько приемов. Как правило, лица, так сказать, чистые, имеется в виду дипломаты, которые не имеют отношения к спецслужбам, или торговые какие-то представители, они, как правило, не ходили в одиночку. Они на какие-то серьезные мероприятия, ни на приемы, ни в гости куда-то, они всегда как-то все-таки кучковались. Тем более в командировки по одиночке тоже не ездили. Значит, если человек ходит свободно, один выходит в город, один ездит туда, куда ему нужно, общается с тем, с кем он хочет, уже это вызывает у них определенные подозрения. Они считают, что это может быть сотрудник спецслужбы. В октябре 59-го года Поляков, уже в звании полковника, был вновь направлен в Нью-Йорк для ведения разведывательной работы под прикрытием должности секретаря советского диппредставительства при ООН. Узнав о появлении своего подопечного в США, вербовщики стали готовить условия для выхода с ним на прямой контакт. Однако к этому времени Поляков уже вполне готов был сам сделать встречный шаг. Ему, как человеку военному, давно уже не нравились резкие, и не всегда продуманные шаги нового советского руководителя. Эксперименту Хрущева во внутренней и внешней политике. Его пренебрежительное отношение к старым кадрам. Его экстравагантные действия в сельском хозяйстве. И самое главное, дилетантский подход к строительству вооруженных сил. Товарищи депутаты, Совет Министра вносит на ваше рассмотрение и утверждение предложение сократить наши вооруженные силы еще на 1 миллион 200 тысяч человек. Возможно, последней каплей стало снятие из должности министра обороны маршала Жукова. Это решение Хрущева большинство военных восприняло как оскорбительный вызов всей армии. 16 ноября 1961 года Поляков сам неожиданно обратился к руководителю американской военной миссии при военно-штабном комитете ООН генералу О'Нелли с просьбой организовать ему личную встречу с кем-либо из представителей американских спецслужб для передачи важных сведений. Через несколько дней в советское представительство при ООН на имя Полякова пришло официальное приглашение на прием. Все началось с приема у генерала О'Нелли, где ему был представлен сотрудник американских спецслужб, с которым они там же буквально двумя фразами обменялись и договорились встретиться уже на улицах по окончании этого приема. Встреча проходила в парке на окраине Нью-Йорка. Американец, представившийся Джоном, заявил Полякову, что компетентные лица в американской разведке считают советского полковника подсадной уткой КГБ. В качестве проверки он предложил инициативнику назвать фамилии шифровальщиков, работающих под крышей советского представительства при ООН. Как опытный разведчик, Поляков понял, чтобы сдать первый экзамен, нужно выдать точную информацию. И без колебаний сообщил американцу фамилии людей, которые, похоже, уже были известны ФБР. Здесь идет речь о самовербовке. Человек, который предлагает услуги своей противоположной стороне, он самовербуется. И, как показывает история разведок, это самые ценные агенты, которые совершенно сознательно строят сотрудничество с противоположной стороной. Проверка инициативника, а именно так в разведке называют людей, которые выходят на вербовку без дополнительного давления, заняла около двух недель. Наконец, 4 декабря 1961 года, Полякова пригласили на конспиративную квартиру ФБР. Здесь, за ужином, в непринужденной обстановке, были окончательно согласованы все детали работы Полякова на своих новых хозяев. За полковником ГРУ был закреплен агентурный псевдоним Топхэт, цилиндр. Код Н.Ю, что означает Нью-Йоркское отделение ФБР. И персональный номер 3549С, то есть советский. Под занавес беседы произошло практическое закрепление состоявшейся в вербовке. «Цилиндр» назвал имена трех нелегалов советской военной разведки в США, которых он курировал с начала 50-х годов. Им были названы шифровальщики. И не только Главного разведного управления, но и Комитета госбезопасности, и МИДовский, и прочее. То есть это наиболее, будем говорить, лакомые куски для разведок всегда являются. Им были названы некоторые иные секретные данные, которые, естественно, в последующем были проверены американцами. То есть он подтвердил свою принадлежность к разведке, сдав конкретную информацию. Первыми жертвами предательства Полякова стали супруги Соколова. Они успешно прошли труднейший процесс легализации в США. В перспективе их ждала довольно удачная карьера. Но разведчики даже не успели приступить к работе. Они были арестованы. Еще один нелегал ГРУ, засвеченный Поляковым, Мария Доброва. Она под именем Глен Мореро Пацески содержала элитный косметический салон в Нью-Йорке. Ей была поставлена задача использовать тех женщин, которые туда приходят. А это были женщины из света Нью-Йоркского. Жены крупных бизнесменов, жены работников Организации Объединенных Наций, военных, журналистов. Там создался своеобразный клуб женский, во главе которого она находилась. Она была элегантной, красивой женщиной. Всегда была душой этого клуба. И разговоры велись самые разные, но в том числе и на политические темы. Когда в декабре 61-го за ней придут агенты ФБР, Мария Доброва, чтобы избежать ареста, покончит с собой, выбросившись из окна. Поляков же, заметая следы своего предательства, погибшую по его вине коллегу, цинично выставит перебежчицей. Он заявит в Центр, что якобы Мария заербована ФБР, и американцы прячут разведчицу от мести советских спецслужб. Он отдал кучу агентов, о которых знал это. Судьба агентов многих неизвестна. Если тот, кто не был перевербован, вы понимаете, что в различных странах там весьма сурово могли. Кто-то из агентов погиб, кто-то был там перевербован, кто-то чего-то. Потерпели очень многие. Многим офицерам был закрыт выезд. Поляков весьма хладнокровно реагировал на эти жертвы, которые он приносил во имя какой-то очень большой идеи, но которая никак не связывается с его посылками. Он был спокоен. Первый же год работы на американцев Поляков выдал ФБР трех нелегалов групп, четырех завербованных агентов, действовавших в вооруженных силах США и всех шифровальщиков советской депмиссии. Несмотря на то, что американцы предельно осторожно использовали информацию Полякова, многочисленные провалы нелегалов групп в странах Запада активизировали работу советской контрразведки. В результате удачных операций на скамье подсудимых оказались несколько ценных агентов американских и английских спецслужб. Среди них полковник Олег Пеньковский, полковник Петр Попов, выдавший ЦРУ советских нелегалов западноевропейских стран. Позже в эту кампанию попадет и офицер ГРУ Анатолий Филатов. Все они будут расстреляны. Поляков оказался умнее своих коллег, поскольку не попал ни в одну из разработок военной контрразведки КГБ. После возвращения из США в Москву ФБР передает его личное дело в американскую разведку. С этого момента Топ Хэт превращается в агента под кличкой Бурбон. Инструктируя Полякова перед отъездом из США, американцы советовали ему сразу же после прибытия в Москву вручить дорогостоящие сувениры руководителям групп. В ЦРУ специально закупили своему агенту ценные подарки для его служебного роста. Американские кураторы Полякова настоятельно рекомендовали своему подопечному принять все меры, чтобы попасть на выборную партийно-политическую должность и осесть в подразделении стратегической агентурной разведки. В этом случае его шансы вновь выехать за рубеж резко возрастали. Желание попасть за границу ни на минуту не покидало Полякова. И он усиленно добивался для себя должности резидента. Поляков был амбициозен. Не всегда результаты его работы устраивали руководство. Он не исключено, что он действовал также в собственных интересах. с тем, чтобы за счет сотрудничества с американской разведкой получить дополнительные возможности по получению значимой информации для нашей разведки. Но, естественно, контролируемой американской стороной, что позволило бы ему, так сказать, добиться лучшего служебного роста. В ход идут сувениры роста, которые, в конце концов, и сыграли свою роль в блестящей карьере Бурбона. Осенью 65-го года он получает долгожданное повышение. В случае любого выезда за границу Поляков должен был воспользоваться вот этой инструкцией, согласно которой ему следовало отправить коммерческую телеграмму на подставной адрес в Нью-Йорке, в которой он должен был указать страну и город своего пребывания. Там у главного городского почтамта его будет ждать связник ежедневно в 12, 16 и 20 часов до установления контакта. 3 ноября 65-го года Поляков вылетает в город Рангун. Официальная должность военной атташе при посольстве СССР в Бирманском Союзе. На самом деле он резидент военной разведки. Командировка в Бирму была весьма плодотворной для американского агента Бурбона. Свои встречи с сотрудниками ЦРУ он проводил почти открыто, как с кандидатами на вербовку. Он понимал, что всю собранную информацию в конце концов он сумеет передать за рубежом, где он совершенно открыто контактирует с американцами. Ну, контактирует легендированно, естественно, перед центром о том, что он якобы разрабатывает того или иного американца в оперативных интересах и поэтому имеет право навстречу с ним, не привлекая внимания других глаз. В Бирме Поляков, как правило, встречался с американским агентом Флинтом в одном из небольших кинотеатров в бирманской столице. Раз в две-три недели. Просматривая очередной американский вестерн или индийскую мелодраму, они обменивались поступившей к ним информацией. Советский резидент делился со своим американским коллегой новыми служебными сведениями. Американец давал очередные задания и сообщал Бурбону, как повышаются его дивиденды в штаб-квартире ЦРУ. На этой встрече Флинт сообщил Полякову. ЦРУ открыло на него счет в одном из банков Вашингтона. Объем, поступавший от Бурбона, информации был настолько велик, что в ЦРУ даже было создано специальное подразделение для ее обработки. За четыре года своего пребывания в Рангоне Дмитрий Поляков передал ЦРУ совершенно секретные сведения о личном составе разведывательного аппарата и агентурных сетей ГРУ в странах Юго-Восточной Азии, методах их подготовки и способах связи. Материалы оперативной переписки, секретные документы с характеристиками новейших ракетных систем, а также данные о стратегии и тактике Верховного командования Советских Вооруженных Сил. Для многих, в том числе и для меня, остается загадкой, почему такой растущий офицер, почему вдруг он перебежал на сторону противника. Я могу привести слова бывшего директора ЦРУ Хейса, который сказал, я не знаю ни одного русского, который работал бы на ЦРУ чисто по идеологическим причинам. Видимо, они анализировали личность Полякова, его поведение, значит, у него были какие-то другие причины. Секретные документы, переданные Поляковым, помогли американцам сделать вывод о том, что советское командование не считает возможной свою победу в ядерной войне, а потому любой ценой постарается ее избежать. Это внесло коррективы в американскую военно-политическую доктрину на заключительном этапе холодной войны. Информация от Полякова стоила огромных денег. Имевшие к ней доступ высокие чиновники ЦРУ считали она бесценна. Однако, к удивлению американцев, их суперагент сам установил себе достаточно скромный гонорар 3000 долларов в год. Эта сумма не должна была превышать половину его годового дохода в главном разведывательном управлении. Иногда еще в подарок от ЦРУ он получал столь любимое охотничье снаряжение. Или рыболовные снасти. Поляков строго следовал правилу. Никаких дополнительных денег быть не должно. Короче говоря, Поляков жил так, как жил бы он в условиях оставаясь честным человеком и только на свою заработную плату. Он ни в чем не превышал лимит. Работа Полякова в Бирме была высоко оценена не только американцами, но и руководством советской военной разведки. По возвращении из Рангуна в 1969 году его опять повысили в должности, назначив начальником китайского отдела в ГРУ. На этом ответственном посту Поляков тоже внес свой, как он, видимо, считал весомый вклад в дело разрядки международной напряженности, передав американцам фотокопии документов о расхождении позиций Китая и СССР. Благодаря этому аналитики в ЦРУ пришли к заключению, что советско-китайские разногласия имеют долговременный характер. Эти выводы были использованы госсекретарем США Генри Киссинджером и помогли ему и президенту Ричарду Никсону наладить отношения с Китаем в 1972 году. В это время опытный Поляков практически взял на себя руководство контактами с ЦРУ. Произошло это после одного из приемов в американском посольстве. В разгар фуршета к Полякову неожиданно подошел сотрудник посольства и вложил в ладонь при рукопожатии небольшой контейнер. Как он говорил, что в данный момент он буквально облился холодным потом, понимая, что он не один, что здесь множество глаз, и это может не остаться незамеченным, но и одновременно с этим отметил, что сотрудники американского посольства прикрыли его, сделав, так сказать, его движение невидимым. И он положил в карман. Поляков не понял, что это, провокация или очередная проверка. Допустить мысль о том, что ЦРУ работает столь грубо, он, как опытный разведчик, конечно, не мог. После завершения приема Поляков сказал своему водителю, что у него разболелась голова, и он хочет пойти домой пешком. В спокойной обстановке он осмотрел контейнер величиной с пятикопеечной монетой. Это был новейший прибор для установки и читки микроточек. Пленок величиной с маковое зернышко, которые могут вмещать в себя десятки копий секретных документов. Рисковать собой из-за оплошности американцев агент не собирался. Незаметным движением он выбросил уникальный прибор в реку. После этого случая агент долгое время не выходил на связь с американцами, проверяя, не ведет ли его советская контрразведка. Для американских кураторов Полякова это был хороший урок. Через несколько месяцев они покорно выслушали выговор от своего агента и в дальнейших контактах полагались уже на опыт Бурбона. В 1973 году Поляков получает новое назначение. Руководство ГРУ отправляет его резидентом в Индию под прикрытием должности военного атташе. Поляков уже опытный и дисциплинированный офицер, поэтому на новом месте службы он умеет выкроить время и для своих любимых увлечений охоты и рыбалки. Он обожает как старинное оружие, так и охотничьи новинки. И его американские друзья с радостью помогают пополнить личную коллекцию. В Индии у Полякова появляется и новое увлечение драгоценные камни. Ювелирные изделия и антиквариат теперь нужны ему не только как сувениры для его московского начальства. Красивые и дорогие безделушки украшают квартиру резидента военной разведки в Дели. Назначение Полякова в Индию совпало с началом официального визита в эту страну главы советского государства Брежнева. Поляков отрабатывает этот визит по линии разведки блестяще. Это подкрепляет все его усилия по созданию собственного имиджа в ГРУ как суперпрофессионала. В Дели американцы время от времени поставляли ему секретную информацию для Москвы. Сведения были достоверны, но не играющие ключевые роли. Результаты такой успешной работы не остались незамеченными. Приказом министра обороны Дмитрию Полякову было присвоено звание генерал-майора и его награждают вторым орденом Красной Звезды. После возвращения из Индии Поляков получает назначение в военно-дипломатическую академию главную кузницу кадров для военной разведки. Теперь он начальник разведфакультета. И, конечно, секретные списки его слушателей становятся известны ЦРУ. Он знал слушателей этой академии, знал их настоящие имена, потому что многие учились под псевдонимами, и знал, куда они направляются. Система связи и передачи информации поляковым к этому времени была уже поставлена на высочайший уровень. Еще перед своим отъездом из Индии Бурбон получил из ЦРУ специально сконструированный портативный импульсный приемопередатчик. Это новое оборудование, изготовленное тогда для Полякова, и американцы очень торопились перед выездом его из предыдущей командировки из Индии, чтобы успеть вручить ему этот аппарат. На нем можно было сразу отпечатать текст, затем зашифровать и передать на приемное устройство, то есть за считанное мгновение выстрелить в эфир. В посольстве США принимали эти сигналы с расстояния в несколько сот метров, поэтому Поляков проводил такие выстрелы, как правило, проходя мимо американского посольства в Москве или проезжая на троллейбусе. Устройство могло и передавать, и принимать сигналы из здания посольства. Сеансы связи проходили, как правило, в первый день начала нового квартала. Приходя на троллейбусную остановку площадь Восстания, Поляков включал в кармане передатчик и в течение пяти-десяти минут стоял на остановке, как бы ожидая троллейбуса. В это время из радиоцентра американского посольства поступал трехсекундный радиосигнал с очередным заданием для агентов. Запеленговать такой выстрел можно было лишь случайно, а прочесть практически невозможно. Мы тогда не обладали необходимой аппаратурой, когда он в 78-м или в 79-м году использовал одну и ту же кодировочную группу для передачи своей информации по быстродействующему устройству радиосвязи. Но об этом ему стало известно уже только в 80-м году от его связника представителя ЦРУ. За три года Бурбон, используя новейшую технику, провел больше 20 радиосеансов с американским посольством в Москве, но при этом не забывал и о других способах связи. В июне 78-го агент передал очередную информацию через тайник. На этот раз контейнером ему послужил обыкновенный кирпич, имеющий полую сердцевину, которая была разделена переборками. Туда он вложил пять катушек фотопленок, а сам кирпич забрызгал цементным раствором, чтобы тот не привлек чье-то внимание. Этот контейнер Поляков положил согласно плану связи у основания указательного столба на 81-м километре Московской кольцевой дороги. Кроме фотопленок в контейнере была исшифрованная записка, в которой агент сообщал американцам о своем новом назначении в советское посольство в Дели. В Индии американцы его уже ждали. Связь с агентом поддерживал кадровый разведчик, работавший как и Поляков под посольской крышей. К этому времени контрразведчики Слубянки, проанализировав последние провалы зарубежной агентуры, пришли к выводу. Они связаны с предательством сотрудника ГРУ, работавшего в начале 60-х годов в США. В поле их зрения попало около 100 человек. Но Полякова среди них не было. Пока шла тщательная проверка первой сотни подозреваемых, он успешно трудился в Индии, получая очередные награды и благодарности. Однако тщательный анализ материалов, проведенный военной контрразведкой КГБ, потребовал расширить круг подозреваемых. На этот раз в него были включены и генералы, на что была дана санкция не только руководству ГРУ, но и начальника генерального штаба маршала Агаркова и заместителя председателя КГБ СССР генерал-полковника Ценёва. В среде 25 высокопоставленных сотрудников ГРУ, подлежащих негласной проверке опергруппы КГБ, под номером 9 был записан дипломат. Дело его оперативной разработки методично подшивались материалы, поступившие от службы наружного наблюдения, данные, полученные с помощью агентов и спецтехники, а также протокол, проведенного в служебном кабинете Полякова в Нью-Дели негласного досмотра. При обыске у него был обнаружен фотоаппарат, который невозможно было купить в Индии, в том числе и по выписке. Но это пропустили, не учли деталь. То есть Поляков не создавал никаких условий для того, чтобы привлечь к себе внимание контрразведки. Когда круг подозреваемых сузился до пяти человек, в Генеральном штабе Министерства обороны принимается решение всю пятерку под благовидным предлогом отстранить от оперативной работы. В июне 80-го года резидента ГРУ в Индии Дмитрия Полякова срочно вызывают в Москву на совещание. Американцы, которые знают о проверке и о подозрениях, предлагают своему агенту бежать в Соединенные Штаты. Но Поляков категорически отказывается это делать. На вопрос, что его ожидает в случае разоблачения, Поляков ответил «Братская могила». В Москве в это время полным ходом идет подготовка к открытию игр 22-й Олимпиады. Полгода назад советские войска вошли в Афганистан. И это стало поводом для очередной конфронтации с Западом. В Польше и других восточноевропейских странах вызревают очаги открытого неповиновения правящим режимам. В самом Советском Союзе очевидный кризис коммунистической идеологии и нарастающие признаки экономического коллапса системы. До дня, когда новый президент США Рональд Рейган объявит крестовый поход против империи зла, остаются считанные месяцы. Директор ЦРУ Уильям Кейси уже готовит документы, которые должны лечь в основу плана нанесения сокрушающего удара по мировой системе социализма. И большинство из них основано на донесениях разведчиков. Так или иначе, в Москве события развивались по своему сценарию. После окончания совещания, на которое были вызваны резиденты ГРУ в странах Юго-Восточной Азии, всем им было предписано пройти плановую медкомиссию. Прошел ее и генерал-майор Поляков. По результатам обследования 59-летнего генерала, члены комиссии вынесли заключение. Дальнейшее пребывание в тропическом климате не рекомендовано. На самом деле, такую рекомендацию дали Полякову не врачи, а оперативники военной контрразведки КГБ. Ничего не подозревающий Поляков не удивился такому заключению. Он 21-го года рождения. Ему было в 80-м году, ему было уже 59 лет. Так что вполне естественно было, что человека могли туда не пустить дальше. Тем более, много случаев мы знаем, именно, когда люди, вернувшись из Индии, сразу же почти получали инфаркты, не там, а вот именно вернувшись, сразу же получали инфаркты, или даже онкологические заболевания. Очень много случаев было. До окончания проверки все подозреваемые в предательстве сотрудники ГРУ были переведены на должности, не связанные с оперативной работой. Поляков получил назначение в Институт русского языка и литературы имени Пушкина. Для опытного разведчика это был слишком явный знак, что он попал под подозрение. Он за время нахождения неудел, он очень многие предметы своей шпионской экипировки уничтожил, он обстоятельно уничтожал приемы передатчики, разбил, сжег и прочее. Он видел, он четко контролировал осуществляющуюся за ним работу спецслужб наших. Он с первого момента это увидел. Это были некоторые ошибки, которые, собственно говоря, предупредили его о дальнейшей линии поведения в стране после отзыва. На активизацию действий советской контрразведки американцы ответили четко спланированной акцией. В январе-октябре 83-го года в нескольких западных странах были признаны персоной Нонграта 107 работников советских загранучреждений, обвиненных в незаконной деятельности, в том числе 78 сотрудников КГБ ИГРУ. К лету 86-го года долгая проверка проводившаяся в аппарате ИГРУ завершилась. Круг подозреваемых сузился до одного человека. Оперативное дело на дипломата легло на стол председателя КГБ СССР. КОНЕЦ КОНЕЦ ИГРУ КОНЕЦ 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 ПОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ В Академии ветераны ждали уже не выпускники а офицеры группы Альфа. В проходной Поляков предъявил ему удостоверение. Ему тут же скрутили руки. Как видно на кадрах оперативной съемки, голову Полякова крепко держали. На тот случай, если бы он решил раздавить зубами ампулу с ядом. Впрочем, ампула у генерала не оказалось. Все его личные вещи тщательно осмотрели и сложили в отдельный пакет. Задержанного мгновенно раздели до трусов, чтобы исключить любые неожиданности. Затем его быстро переодели в специально приготовленный спортивный костюм, обули кроссовки без шнурков и на машине с зашторенными окнами отправили в следственный изолятор КГБ в Лефортово. Уже на первых допросах Поляков сообщил о тщательно замаскированных тайниках в его московской квартире и на даче. Следователи обнаружили там средства тайнописи, шифроблокноты, специальные фотопринадлежности, инструкции и графики связи с американцами. Агент их полностью не уничтожил, все-таки надеясь на будущие контакты с ЦРУ. Так что запираться было бессмысленно, да он это особо и не пытался делать. За ним числилось столько грехов, что следователи разгребали их почти два года. он понимал реально, что его ожидали с первого дня. И тем не менее, как и всякий человек, конечно же, он рассчитывал на то, рассчитывал на то, что может быть его сия чаша минует и ему сохранят жить. Вот он хотел жить. Но это можно было определять только путем наблюдения за его поведением. никаких просьб, обращений, апелляций или еще чего-то, слез, тем более, никаких проявлений слабости, ничего с его стороны не было. Он держался, он держался очень уверенно, уверенно в том положении, которое ему было отведено и вел себя достаточно откровенно на следствие. Из протокола допроса Полякова 8 февраля 87 года. В основе моего предательства лежало как мое стремление иметь возможность открыто высказывать свои взгляды и сомнения, так и свойства моего характера. Постоянное стремление к работе за гранью риска. И чем больше становилась опасность, тем интереснее становилась моя жизнь. Я привык ходить по острию ножа и не мыслил себе другой жизнью. Всего за время работы на американцев Поляков выдал им 19 советских разведчиков нелегалов, больше 150 агентов из числа иностранных граждан, раскрыл принадлежность ГРО и КГБ около полутора тысяч действующих офицеров разведки. С таким же рвением, с каким он сотрудничал с американскими спецслужбами, теперь он начал помогать советскому следствию. Видимо, он все-таки надеялся на снисхождение. В ГРУ в это время шла грандиозная чистка. Звезды с погон сотрудников, чьей халатностью или болтливостью умело пользовался Поляков, посыпались градом. Многих отправили в отставку. Еще больше офицеров понизили в должности. Мы следственным путем вышли еще на целый ряд агентов иностранных разведок в значительной степени благодаря активному участию в этой работе Полякова. То есть, казалось бы, Радея об интересах Запада, как он нам объяснял, стремясь к тому, чтобы причинить максимальный урон и ущерб Советскому Союзу, и так он говорил до конца, и даже в последнем слове после произнесения приговора, он сказал, что он не жалеет о прожитой жизни и о своем поступке. Он с таким же удовлетворением работал вместе с нами по анализу материалов и выявлению агентуры, собственно говоря, его союзников, своих союзников. И мне кажется, даже для него стало безразлично, в чьих интересах он работает. Работа сама как сама по себе. Вот я думаю, вот это, в это выродилось все у него. Военная коверина коверина суда СССР считает необходимым применить в отношении его исключительную меру наказания смерть меру в том, что он предал свою страну, свой народ, он предал свою семью, своих детей и внуков, он предал главное, ради чего он воевал, он предал память своих родителей, он все предал. 27 ноября 87 года в пустом зале закрытого заседания военной коллегии Верховного Суда СССР Дмитрий Поляков выслушал приговор. Он не удивил бывшего генерала, 25 лет добросовестно работавшего на чужую разведку. В те годы предательство каралось исключительно высшей мерой наказания. КОНЕЦ